Для школ, детских садов и лечебниц Савранского района отопительный сезон начнется без неприятных неожиданностей. Как только температура воздуха на улице два дня подряд будет не выше 8 градусов, в 20 образовательных учреждениях района и в местной больнице заработают котлы. Тендеры на закупку теплоносителя были проведены еще летом. Уголь был закуплен по цене 3600 за тонну. Докупать в случае необходимости антрацит придется уже по другой цене. Мы находимся в сложной системе взаимоотношений, в том числе события на Востоке. Они сказываются даже на жизнь отдельных школ, казалось бы, ничем не связанных с Востоком Украины. Но, тем не менее, такая ситуация есть. Мы сейчас констатируем, что мы практически отрезаны от поставок антрацитовой группы угля, которая еще недавно была привычным делом для наших котельных. Вначале было 3600. Сейчас пересматривается, я думаю, что, к сожалению, до конца года это может быть где-то около 4000. Вторая альтернатива газу в Савране – дрова. Казалось, близость леса решает все проблемы местных жителей. Но в этом году резко сократились объемы санитарной вырубки. Постановление Кабмина усложнило процесс получения разрешений на хозяйственные работы в лесу. В Савранском лесхозе не очень довольны реформой в своей отрасли. В прошлом году у нас, в связи с высыханием насаджений, одиновки, куртинами, и санитарно-выбирковые рубки были, общий объем был 22 тысячи кубов. То в этом году уже 13. В наступном году еще меньше, возможно, на половину даже. Естественно, нужно больше. Вот на протяжении 3-4 лет, значит, климат изменился. И эти 3-4 лет практически и до высыхания насаджения. За последние недели цена за один складометр дров увеличилась на 300 гривен. Спрос возрос, а предложение от местного лесхоза уменьшилось. Цена растет? Да, я стоял, от 950 до 1000 гривен сегодня складометр дров. А было? 660 гривен мы закупили. Вартость с бельзином или вартость с паливом была 20 рублей, 50 копеек за паливо. За бельзин было 22,50, 92. То есть на сегодняшний день буквально за два дня на 250 гривен взрослый бельзин. Если я еще не обеспокоился, придется труднее. Виталий Химий, Григорий Евич, телеканал Репортер.